Римпоче получал передачу лук на этот текст от многих-многих великих мастеров. И сейчас Римпоче в свою очередь даст нам лук на этот текст, он почитает его нам. И он будет молиться, чтобы благословение всех мастеров, от которых он получал все учения, снизойдут на нас так же, и в нас зародится такое же понимание этого текста. И так как в этой книжечке есть переводы и на латышский язык, и на русский язык, то нет необходимости лишний раз в переводе, просто Римпоче даст нам, прочитает этот текст на тибетском, и даст нам лук, и этого будет уже достаточно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В будущем неизвестно, встретимся ли мы еще раз или нет, будут ли такие условия для Римпоче приехать сюда в следующий раз или нет. Но, тем не менее, вот эти слова, которые он сейчас нам передаст, в принципе, это можно считать панацеей от всех проблем. И когда у нас возникнут проблемы разного плана, мы можем просто обратиться к этому тексту, и возможно, он нам поможет. Продолжение следует... В теперь... Продолжение следует... Сейчас я буду читать неспеша, медленно, по-тибетски, и вы будете иметь возможность впоследствии послушать еще и еще раз запись этого лунга. Поэтому, если у кого есть записывающее устройство, можете поставить на запись сейчас. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok